Вы знаете, почему евреи не верят в Мессию? Это лирическое отступление. Я рассказывал это в одном радиоинтервью на прошлой неделе. Может, я забыл некоторые подробности той истории, поскольку уже прошло достаточно много времени. У меня был один адвокат в то время, когда я еще работал финансовым консультантом. Он был одним из самых сильных апологетов иудаизма в Сент-Луисе, и он ездил по всем синагогам, учая иудеев, как бороться с христианами, используя Новый Завет, чтобы доказать, что Иисус — это не Мессия. Когда у нас начались дружеские отношения, мы общались с ним по телефону, и он начал понимать, что это Джим Стейли — необычный христианин, с которыми он привык разговаривать. И, собственно, вообще обычного в нем мало. Некоторые из вас это знают, поэтому вы и смеетесь. Но когда мы стали общаться, и он понял, что я соблюдаю шаббат, соблюдаю библейские праздники, понимаю законы употребления пищи и все такое, он сказал, «А ты уверен, что ты христианин?» Я ответил, «Назови меня как хочешь, но я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Я верю, что Он послал Своего Сына Ишуа научить нас, как вернуться к Его Завету, как исполнить Его заповеди, чтобы мы могли быть наполнены жизнью и силой». Он сказал, «Я хочу узнать тебя поближе, хочу узнать больше о тебе. Я никогда о таком не слышал. Я даже не знаю, что сказать в своих синагогах о ком-нибудь подобном тебе. Я даже не знаю, что делать». И это сказал один из самых сильных апологетов иудаизма, если не самый сильный апологет иудаизм во всем Сент-Луисе. Он также сказал мне, «Знаешь, что я скажу тебе, Джим? Я расскажу тебе секрет, почему евреи не поверили в Мессию. Я ухватился за трубку телефона и плотно прижал ее к уху. Я бы желал записать этот разговор, чтобы сегодня мог вам его воспроизвести». Он сказал, «Джим, вы христиане, читайте заднюю сторону обложки книги». Мы, евреи, читаем переднюю сторону обложки. И передняя сторона говорит и пророчествует нам, что Мессия придет и научит нас, как соблюдать Тору. Ваш Мессия пришел, чтобы покончить с ней. Посему, в соответствии с тем, что вы называете Ветхим Заветом, Он не может являться Мессией. Я сказал, «Сэр, я бы хотел вам сказать, что если бы до вас донесли не греческого Иисуса, а еврейского Иешуа, который есть Тора, который учит Тори по вере, который пришел устранить человеческие традиции учения, у нас сейчас не было бы этого разговора, а вы учили бы в моем собрании». И он сказал, «Знаешь, нам нужно будет еще поговорить на эту тему». Поэтому я хочу ободрить вас сегодня в том, что любовь простирается от бытия до откровения. Это мы изменили определение любви. Спасибо за субтитры Алексею Дубу.